Добрый день дорогие друзья! Вы на канале ТОП САД. Речь идет сегодня о 100% результате получения из черенков винограда прекрасных саженцев. И эти результаты можно получить на любом балконе. Вот сегодняшние результаты мы и делимся с вами. Вначале у нас были черенки, как вы видите, они ничего особо не представляют. Мы обработали их по осени, сохраняли их или в холодильнике, или в земле. И используя кельчеватор на воде с уровнем бутылки, о котором мы рассказывали, и в правом верхнем углу будет ссылочка на это видео. Получили прекрасные корни. Кельчеватор на воде отлично сработал. Ну и естественно, что из этого у нас появились саженцы, а использовали мы стаканы безна. Сначала апреля 20-21. Использовали мы эти стаканы безна, о которых мы вам докладывали. Вот здесь на кельчеваторе около батареи мы сделали так, чтобы температура была где-то 26-28 градусов. Это вот второй заход кельчеватор для винограда. И мы их выгоняли вначале с этой бутыли, с определенным стандартным уровнем воды. Об этом мы все вам докладывали в предыдущих видео. И посмотрите, какие мы добились результатов. Ну вот, из-за один стаканчика, как видите, он без дна. И какое количество, как вам показать, корней на нем выступило. Видите, это очень хорошо. Полноценный стакан, полноценный саженец. Очень удобно. И поливаю это примерно через 10, даже 14 дней. Ну вот, виноград Байконур. Это уже из... Он уже стоит давно. Видите, как мы специально держим сейчас вот в этом новом кельчеваторе, о котором сегодня пойдет речь, с тем расчетом, чтобы поверхность была температура 25 градусов, а наружное помещение было где-то 18 градусов. Это очень удобная штука. Ну и, начиная разговор о самом кельчеваторе, могу сказать, что переход из стаканчиков на вот эти свои искусственные стаканы 20-25 сантиметров без дна дал потрясающий результат. Эффект просто шалобляющий. Посмотрите, пожалуйста, как народ работает и как работает сам подоконник на балконе, который выполняет одновременно нам и основную функцию, и работа и кельчеватор, и так далее. Здесь возревает у нас и хурма, и шелковица сейчас есть, и есть цифамандра. Вот она, видите, как у нас пошла. Ну, к кельчеватору отношения не имеет. Но самое главное – виноград. Первая волна винограда, посаженная в феврале месяце, дает нам полноценный результат. Как мы строили этот виноград, этот червятник, я прошу прощения, кельчеватор, и какие результаты мы надеемся получить в ближайшее время, об этом сегодняшний репортаж. Ну, как видите, вот получился у нас результат. Это черенки мы уже разложили по стаканам. Результат стремительно показал себя с самой лучшей стороны. Мы начали их постепенно переносить на балкон. На балконе мы поставили вначале их на обыкновенные подставы из фикс-прайса по 50 рублей, но эффект был не очень хороший. Естественно, мы задумались, как подогреть этот балкон, и как сделать так, чтобы у черенков была высокая температура у корней, где-то 25 градусов, а наверху, поскольку это апрель месяц, нам не нужна большая вегетация растений, и естественно, чтобы это было достаточно длительный процесс, чтобы к середину мая месяца у нас были полноценные, и у вас в том числе были полноценные саженцы. Ну, мы освободили этот балкон, мы его переделали немного, он у нас был шириной 20 сантиметров, и я решил подставить под балкон, его увеличить ширину с 20 на 35 сантиметров, поэтому я прикрепил кронштейны 25 на 20 обыкновенные, их я сделал буквой Z или G, или типа зебра, и так далее. Они получились у нас вот только подобного плана. Естественно, что, вот видите, мы ширину балкона увеличили, а на сверху я положил оставшиеся от ремонта квартиры пластины для пола. Эти пластины очень хорошо работают, они создали жесткость, конструкция, неопрокидывание, и сверху мы их положили для начала наши поддоны из фикс-прайса. Но речь пошла дальше, надо было сохранить тепло, и поэтому мы предварительно на эти пластины положили металлизированные полиуретановые покрытия, оно 5 миллиметров толщины, а потом уже на них положили эти пластины. И вот после пластины мы заказали на Алиэкспресс, ссылочка внизу, подогреватель пола с термодатчиком и с термостатом. Очень удачный, причем там магазин находится, хотя и китайский находится в России, и поставляет эти практически не боящиеся воды коврики любого ширины, любой длины. Мы взяли 50 сантиметров ширины и 4 метра длины. Вот видите, и подвод электричества, что самое важное, он проходит с помощью обычного зажима, плоскогубцами вы зажимаете, чтобы потом никаким образом вам не ударило током, у них прикладывается еще защитное покрытие на мощной каучуковой основе. Это шикарно действует, и любой домочадец сможет, имея возможность работать с плоскогубцами, сделать нечто подобное. Ну и сам шедевр – это термостат, который позволяет регулировать температуру и выставлять ее так, какой, какой вам нужно. Вы можете уехать на дачу на неделю, и у вас температура будет гарантирована. Вот таким образом у нас получился вот этот результат, о котором мы с вами хотим потереться. Саженцев у нас много, перечни у них, оказывается, будет в описании. Более 60 сортов сейчас, в данный момент, у нас на нашем питомнике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, задавайте вопросы, с удовольствием поделимся. Напоминаю, что если наши черенки, наши саженцы каким-то образом повернут, то у вас мы делаем замену. Удачи на даче, смейте свиноградом, при даче – это самая главная для нас сегодня задача. Всего доброго!